Причем, именно когда мы говорим, что конфликт развивается в нерабочей ситуации, действительно так оно и происходит. Когда люди работают с себя лишним и не позволяют в служебной обстановке, а потом вышли перед моими вечеринками. Кожен шутил. Человек шутит в какой функции? По первой или второй, да? То есть по сильным качествам. Многомерно. И это ему страшно отжигает. А он оказывается такой язвы, он оказывается такой гад, он оказывается шутит вещами, которыми вообще головы ад, которых головы им даже не стоит. И это очень сильно напрягает. Я помню, я знал одного психолога-хранителя, который... Совершенно такой конкретный ориентированный психолог. И тут, значит, была лекция про экстрасенсорика. Он искал какого-то человека. И вот он заходит, значит, в зал и слышит слово «вот экстрасенсорное воздействие». И массово-отвращение такое проходит по своему лицу. А потом он пришел в себя и начал внимательно искать того человека, который ему был нормальным. Но просто конкретная реакция на такую вот неудобоваримую информацию. Так, это с интуицией мы разобрались. Есть вопросы по интуитиву? Или по ходу? По ходу? Ну вот, все-таки как интуитив-интуитив. Ну, в общем, понятно, с глобальностью чуть-чуть. Вот как использовать свою интуицию с тем, чтобы она в ситуативных вещах проявлялась? Ведь это же именно конкретное выражение. То есть, я так понимаю, что мы можем сделать, я могу сделать, да? А вот, по этой, по первой функции своей, да? Это интуиция. То есть, если эти вектора использовать, то есть, чтобы получить практический результат, я должен использовать именно вектор ситуации, чтобы в себе активировать это, да? И каким образом это, то есть, из предшествующего повествования, я понял, что надо поставить себе цель. То есть, таким образом, как вот с Бальзаком, у которого вектора ситуация была минимальная, то есть? Да. И вот в этом контексте конкретно, как нам это делать, Дон Кихотом? Ну, получается так, что вот первая функция глобальная, и когда еще в применении вот чисто ситуативно, что ситуативно так, от ситуации и цели, которые нам хочется достичь в этой ситуации. Вот я, как бы, то есть, если речь идет в оценке человека, в оценке какого-то его потенциального качества, данных проявляющегося в каком-то узком диапазоне, да? Не расширяться, а вот в каком-то узком диапазоне спектре этих возможностей, как это качество проявится. То есть, определить его условия, да? Неопределенно, да? Да, да, мы слушаем постранство этого. То есть, вот, скажем, он, вообще-то он хороший спортсмен, ну, так условно говоря, но не могут бежать на такую-то дистанцию, да? Конкретно, конкретно там вот, внутри этого вот выделяем очень, очень конкретные, очень конкретные условия. И внутри этих условий, значит, смотрим, а что, какие потенциальные возможности могут быть в этой конкретной ситуации. И чем она конкретнее, тем мы четче определимся. Потому что иначе у нас все расплывется абстракция. Потому что, например, бегуны, вот интуиты, они бегуны на длинной дистанции. Вот я, например, знал чемпиона там Петербурга на длинную дистанцию Дунтихоу. А спринтер — это сенсорики. Вот сто метров, сплошняк сенсорики. То есть, потому что, ну, это к примеру, да? А там уже дальше, ну, это я простой такой спортивный пример привожу. А дальше называется, а какие потенциальные возможности человек может использовать, вот исходя из такого расклада, да? Ну, это я просто вам, как врачу говорю. Да. Ближе к вашим телу. Да? Да. То есть, надо очень четко определить сферу действия. Там это обучение, спорт, врачевание, не знаю там. И чем больше чернослужим, вот в этой области мы тогда должны вот конкретно рассматривать этот аспект. Мы можем рассмотреть тогда, собственно, варианты. Ведь интуиция возможностей — это варианты, да? Да. Это так или нет? Ну, да. Ну, а вот эти... Да. Ну, на секунду. Просто в рамках конкретной ситуации и конкретных обстоятельств оказывается, что у нас поле возможностей сужается. Угу. А здесь почти. Там, грубо говоря, целого поля не с таким возможностям. Угу. Ну, может больше дещатка, да? Угу. Угу. И вот в этих вот возможностях мы должны уже выбирать и... Угу. И пробовать. Ну, я не знаю, насколько я... Да. Ну, более понятно, да. Все вообще поставлено. Угу. А мы еще логику тоже будем рассматривать белую, тоже вернемся к этому. Ну, это логический переем. Для того, что дуальный аспект — это белая сенсорика. Угу. То есть белая сенсорика — четырехмерная. Глобальная... глобальная вписанность... Вот... Соотношение... Мы говорим, что белая сенсорика — это соотношение пространства. То есть... Некая глобальная вписанность, можно сказать, гармония. У меня вписанность в природу, вписанность в шпарке местности, как я как-нибудь стою. Вот белые сенсорики не очень любят вот эту вписанность, скажем, ГБ на севере или мастер. Тундра. Сидел на пикник, на автобусе вообще тундра. Ну, там тундра не такой, лесотундра. И деревья есть, и все. Они все там соберутся у машины, у костра идти повеселять. А я уходу далеко, один. Я тут растворен в этой природе, в этой тундре лесотундра. Там птицы редкие какие-то, снег и все. И вот ему больше ничего не надо. Он в этом вписан. Или, скажем, мобильность... Я устроюсь на скальне, пущусь в парке местности и все. Или там устроюсь с комфортом. Комфорт это сесть на спальник, закрыться от ветра, чашка чая и уже такой микрокомфорт. А в протягальный момент... То есть вот это вот такая... В протягальный момент еще с белыми сенсориками глобальными связан с тем, что они очень хорошо чувствуют моменты, связанные с дизайном, с соразмерностью пространственного размещения. Не с цветами, а с соразмерностью размещения. Это очень важно. Цветы и формы — это скорее черная сенсорика. А вот соразмерность и пропорция — это белая сенсорика. То есть вот некий такой глобальный момент. И, скажем, ТПС — это здоровье. То есть мое самочувствие и самочувствие других людей вокруг меня относительно моего самого. Мы проводили на серии такой эксперимент. Ну, поскольку там треноморозы как там работают, и все время пьют чай, вот у белого сенсорика по первой функции спросит, вот стоит чай горячий на столе, вы можете не притягиваясь к нему сказать, ему можно уже ответить или нет? Они могут. Уже по второй функции сказать не надо. Значит, очень такая высокая ощутительность, то есть если человек при хрятом, скажем, в офисе, ну, человеку нехорошо начинает заболевать, то вот этот дискомфорт, интересный дискомфорт соседа очень хорошо воспринимается как шоу, потому что белая сенсорика — это поле, которое выходит за пределы собственного тела и он чувствуется окружающим пространством. Вот мы когда начали сравнивать как раз первые попытки сравнения, это было между художником и энтузиастом, мы видим, его по восприятию белой сенсорики. Это глобальное пространство и локальное пространство. Потому что если мы уже переходим ко второй функции, это энтузиаст и администратор, там конкретный участок пространства, который мы трехмерно воспринимаем кучу этих соотношений, то есть навести уже эстетику, порядок. А вот, кстати, по вектору глобальности должно быть все стоить здорово, а принципиально, где что стоит, не имеет большого значения. Главное, чтобы это было в определенной пропорции. Но даже если есть такой анекдотический пример про Дюма, что, может, некоторые Дюма могут убирать и убирать, а потом взять и просто замести, например, мусор для зеркал, не видно было. А у всех за это, как это значит, ввести мусор поперед? У кого? Это у кого? У драйзера. У драйзера. Вот я убираю и играю, и... ...